Давайте начинать. Я расскажу про статью, написанную группой Рязанова в 2018 году, которая посвящена исследованию второй гармоники в токфазовом соотношении в СФС-переходе. Мотивация к написанию этой статьи заключается в том, что не все джизофсонские переходы имеют классическую синусоидальную зависимость, как в уравнении джизофсона, а некоторые имеют более сложную форму. И поэтому, если мы эту форму разложим в ряд Фурье, то получим вторую гармонику, которую можно пронаблюдать, например, в СФС-переходе, пользуясь зависимостью перехода из 0 в ПИС-состояние при изменении температуры. Я расскажу про экспериментальное доказательство, которое было проведено в этой статье. Были измерены токфазовое соотношение, потом зависимость критического тока от поля, температурное изменение вблизи 0 в ПИС-перехода, затем ступени Шапира и плотность критического тока от толщины барьера. Эти эксперименты позволили доказать существование второй гармоники в СФС-переходе и оценить ее амплитуду. Для начала посмотрим на то, что из себя представляет ПИ-контакт. Как известно, ПИ-контакт создан был для того, чтобы сдвигать фазу на ПИ, что достигается в фермоагнетике, например, путем взаимодействия с обменным полем. И мы видим, что 0 в состоянии от ПИ отличается сдвигом тока, ну, заменой тока на минус ток, что для нас будет важно. Здесь привезена общая теория для ток-фазового соотношения произвольной формы, которая потом раскладывается до второго порядка, то есть до второй гармоники. И если посмотреть на точку 0П-перехода, то можно заметить, что первая гармоника в этой точке зануляется и остается только вторая. И этим можно воспользоваться, чтобы оценить ее амплитуду. На этом слайде привезен эксперимент, также сделанный в группе Рязандовой несколько ранее, в котором исследовалась зависимость плотности критического тока от температуры, зависимости для определенной толщины ферромагнитного слоя. Здесь мы видим, что в точке 2 с небольшим происходит зануление плотности тока, что фактически свидетельствует о его пересечении нуля, но на данном графике изображен модуль. И слева мы получаем 0 состояние, а справа Пи состояние. Однако этот эксперимент в дальнейшем был повторен в этой статье, но с улучшенной технологией производства образца. Потому что здесь это были еще первые попытки, и технология еще не была отработана. Опять же рисунок из той же статьи, в котором описывалось улучшение технологии производства. В первом случае производство было с разрывом вакуумного цикла, а во втором без разрыва вакуумного цикла, что позволило улучшить прозрачность границы и добиться улучшения длины кегерентности. В статье 3 было теоретически показано, что в отличие от первой гармоники, вторая гармоника затухает в два раза большей скоростью, поэтому на грязном контакте ее не получилось обнаружить ранее. Вот здесь вот ее не видно. Теперь давайте перейдем к непосредственному эксперименту. Для эксперимента был изготовлен СФС-контакт с двумя шунтирующими елкостями, одна из которых соединялась со считывающим сквидом. С помощью этого эксперимента снималась токофазовая характеристика. Индуктивность редаута связывалась с сквидом, и таким образом измерялся поток. Однако после этого для получения вольтамперной характеристики с помощью электронного луча отрывались эти индуктивности и проводились дальнейшие измерения. Важным параметром, который нужно было учесть, было отсутствие гистерезиса в токофазовом соотношении, потому что если бы там был гистерезис, было бы невозможно извлечь из него токофазовые характеристики. Для этого были проведены следующие вычисления для сверхтока в однородном однопереходном контуре и было записано условие для тока. И затем было потребовано, чтобы производная тока по полю всегда возрастала, что дало бы нам условие отсутствия гистерезиса. И выполнение этого условия накладывает условия на соотношение амплитуд первой и второй гармоники и индуктивности в цепи. На графике приведена кривая, которая характеризует удовлетворяющие этому условию соотношение. Однако в эксперименте β-L2 было выше, что свидетельствует о наличии небольшого гистерезиса, близкого к единице. Однако он наблюдался только при большом отклонении температуры а температура Пи-перехода, поэтому при измерении вблизи Пи-перехода этим можно было пренебречь и считать условно-безвисторезисной фазово-токовую характеристику. Так, а можно вопрос? Да, конечно. Вопрос вот какой. А почему, значит, почему положительность производной сверхтока по потоку является условием безвисторезисности? И как это вообще возможно, если, в общем-то, сверхток по потоку периодичен, в принципе? У меня здесь нет, к сожалению, этой картинки, но если вспомнить вид, то вот здесь вот можно даже видеть, что тут как бы синус идёт под наклоном, и вот здесь вот фактически есть обратная ветвь синуса. И вот она не реализуется, то есть здесь происходит срыв на верхнюю ветвь, но фактически здесь идёт некоторая возвратная часть. Так. И вот отсутствие этой возвратной части – это и есть показатель того, что нет глистерезиса. То есть здесь нету срыва по краям. Так, сейчас, да, это понятно. Так, только непонятно вот чего, непонятно почему. Сейчас здесь ток, здесь поток, а здесь ток, ну или наоборот. Вот, вот. Сейчас, а почему вообще… Сейчас, секундочку. То, что производное положительное, то, что сверхние ветви на нижнюю не срываются. Нет, это понятно, да. Это понятно, другое, мне другое непонятно тогда. Мне непонятно, а почему здесь ток… В общем, получается такая штука, что в зависимости, допустим, потока от тока или наоборот тока от потока. Есть линейная компонента. Есть некая периодическая компонента, и в которую добавляется просто линейная компонента. Да. Вот, значит, откуда берется периодическая компонента, понятно. Это все, берется линейная компонента. Линейная компонента берется из вот этой схемы, тут параллельно шантируется еще индуктивностью. Еще индуктивностью, тут берется из-за нее. И здесь она рассчитывалась вот из этого графика, который экспериментальный в чистом виде, потом вычиталась вычитался наклон, который давал вот такое значение индуктивности, и он не зависел от температуры, и в целом было одинаково и везде, то есть это и есть та самая постоянная компонента, которая вот в этом уравнении учитывалась. То есть здесь добавляется достаточно большая индуктивность, если я правильно понимаю, для того, чтобы обеспечить условия безвестеризности. Да, да. Так. Здесь… Да. Здесь есть две индуктивности, одна считывающая, и вторая для условий безвестеризности. Что… и общая индуктивность близка вот к этой, которая дает, собственно, наклон графикам. Ну, то есть считывающая еще больше, на самом деле. Да, считывающая 1,2 наногенри, а это 6,6 пикогенри. Так, да, хорошо, так вроде бы, так вроде бы понятно. Спасибо. Так, ну, тогда продолжим. Извините, а правильно понимаю, что чем меньше индуктивность вот эта, тем хуже, тем труднее измерить? Да, мы получим гестерезисный режим, и из него будет невозможно извлечь однозначно ток-фазовое соотношение. Спасибо. Можете на пальцах объяснить, почему гестерезис возникает при малой индуктивности? Я просто не понял. Ух, так, секунду. Ну, боюсь, что на пальцах не получится, только если прочитать выводы в сапплементере. Можно я попробую объяснить на пальцах? Да. Значит, дело в том, что если взять, например, просто один переход, индуктивность вообще никакого не ставить, просто замкнутся на себя переход, тогда ток, сверхток будет просто периодической функцией потока, которая пронизывает переход. То есть и отфи будет периодической. Вот. И это означает, что у вас будет гестерезис, что у вас одному и тому значение потока будет соответствовать большое количество разных токов. Ну, просто потому, что ток в разную сторону меняется. То растет с ростом потока, то падает с ростом потока. Вот. Ну, и тогда, если захотите рассматривать поток как функцию тока, она будет неоднозначной. Вот. Из-за магничности? Нет. Просто из-за того, что перехода как такового, да, вот, у него, значит, что, сказать, с фазой... Несколько значений тока соответствуют одному значению потока. Наоборот. Наоборот. То есть, значит, если пада... Да, вот, значит, вот из-за этого. Вот. А здесь, значит, они, поскольку здесь, поскольку теперь поток, он падает, ну, фаза падает не только на переходе при наличии индуктивности, но и на индуктивности, вот это неоднозначно может быть убрано. Спасибо за пояснение. Да нет, что не знаю, насколько это понятно. Ну, тогда я продолжу. После получения зависимости потока от тока вычли постоянную компонент, ну, наклонную компоненту, связанную с индуктивностью и получили токофазовое соотношение. Здесь, если на него посмотреть, то тут разные температуры приведены и температура 0P-перехода, в данном случае 2,15 К, и зеленая кривая ближе всего к этому переходу. И можно заметить, что что на верхнем, что на B-графике ближе к 0P-переходу увеличивается в два раза, нет, уменьшается в два раза период тока. Это связано с тем, что первая гармоника подавляется и остается только вторая гармоника. И после того, как провели аппроксимацию, соответственно, с синусами, получили зависимость на графике С, которая показывает, что первая гармоника действительно пересекает 0 и зависит от температуры, а вторая гармоника практически от температуры не зависит и всегда положительна. Далее проводили эксперимент в зависимости критического тока от поля. Здесь видно, что вблизи половины кванта потока есть дополнительный шаг, который соответствует второй гармонике. его не видно вдали от точки перехода, потому что он подавляется первой гармоникой. И на правом графике изображена симуляция, сделанная на основе параметров, полученных из первого эксперимента. здесь нужно отметить, что, несмотря на то, что при нулевом поле, в общем, при нулевом поле нет никакого падения тока, что могло бы быть связано с неоднородностью F-слоя, что часть уже в ноль состоянии, часть еще в P-состоянии. И таким образом можно доказать, что у нас однородная структура получилась. Непонятно было. Можно еще раз? Что именно? Что при нулевом поле нет падения критического тока. Если бы структура была неоднородная, то могла бы возникнуть ситуация, когда часть находится в ноль состоянии, часть находится в P-состоянии, и тогда возникла бы некая циркуляция вокруг слоя ферромагнетика. И это бы подавило ток, потому что он бы никуда не утекал, а просто тек вокруг сам себя. Правильно я понимаю, что при этом максимум тока был бы не при нулевом потоке? Ну, в целом, да. Ну, как бы. Это зависит от того, насколько сильно он бы подавился. Ну, вероятно, там был бы какой-то провал, но максимум остался бы где-то в окрестности. То есть здесь, видите, как понимать фразу, что при нулевом поле нет падения критического тока, да, вот, значит, имеется в виду, что максимум тока все время в нольевом поле. Вот это имеется в виду? Ну, да. Да. Но вот если бы там была неоднородность, то там были бы, не было бы ярко выраженного пика, а было бы какое-то подавление. Ну, максимум где-то все равно был бы, потому что, может быть, не один, конечно, да, вот, на фитнесе не менее. Ну, это бы сильно зависело от соотношения, сколько там в ноль, сколько в пи, сколько смогло протечь, а сколько течет по... вокруг ферромагнетика. Да, ну ладно. Так. Ну, тогда давайте дальше. Вот здесь приведен график аналогичный тому, что я показывала в начале, зависимость критического тока от температуры, но здесь был использован более чистый материал, поэтому мы видим, что он не пересекает ноль, а находится на некотором расстоянии от него. Это расстояние – это 30 микроампер, и по факту это и есть амплитуда второй гармоники. Потому что первая в этом месте зануляется, а вторая так и остается. Вот. И дальше переходим к рассмотрению ступеней Шапира. Они получаются при подаче сигнала на частоте F. Некоторые на графике приведены разные мощности сигнала. И ступени появляются для первой гармоники в целых и на второе в полуцелых квантов. И здесь приведен нормированный график, соответственно, видно, что период в два раза меньше, чем был бы, если бы второй гармоники не было. Здесь авторы отмечают интересный факт, что на основе только этих измерений нельзя было бы сделать вывод о существовании второй гармоники. Опять же, потому что такое поведение могло бы быть объяснено неоднородностью структуры и частичными переходами в тех местах, где уже появилось ПИ-состояние и с уменьшением периода в два раза. И последний эксперимент, который проводился, это зависимость плотности критического тока от ширины ферромагнитной прослойки. Этот эксперимент аналогичен тому, что уже проводился ранее. ПИ-состояние, что уже было ранее доказано. И была написана теоретическая работа, в которой приводился расчет для получения функции, которой можно это аппроксимировать. Он приведен здесь, и после аппроксимации с помощью параметров, извлеченных из аппроксимации этого графика, был построен график для второй гармоники. То есть красная кривая – это симуляция, и единственная красная точка – это то, что померили в этой работе. И можно считать, что она попала на эту кривую. И таким образом получили из этой аппроксимации параметры XF1 и XF2. расхождение этой кривой с экспериментом можно было бы также объяснить неточностью модели, которую использовали, потому что очень много сторонних факторов в процессе производства может случиться. Что здесь такое? Тут написано выражение для амплитуды первой гармоники, после формулы. Да. Так, а для второй гармоники просто не выписали. Для второй он аналогичный, он тоже есть в этой статье, но он не несет в себе никакого смысла. Ну, выписывать сюда его нет смысла, потому что он тоже очень длинный, и в него входят ровно те же параметры. А, ну хотя бы какие… что здесь, что обозначениях? Значит, вот параметр альфа, например, что это такое? Там я могу открыть статью, показать, потому что эти параметры, они выражаются друг через друга, и это геометрические параметры, параметры в зависимости от температуры критической и так далее. Я так сейчас на память воспроизвести боюсь не смогу. Так, ну ладно, в принципе, может быть. Но если вам интересно, внизу написана статья, в которой подробно описано теоретический вывод. Да, хорошо. Значит, вот правильно я понимаю тогда, что вот эти вот обращения критоков в ноль и переход с ноль и написанное состояние, они соответствуют просто тому, что из-за ассоциляции триплетных компонентов в фермагнитном прослойке, время трения меняется, знак параметры порядка, точнее еще что меняется, меняется, получается, ну да, меняется знак параметры на одном берегу относительно параметры на другом. Если ты порядок на разберегах, становится просто разного знака при переходе через вот эту точку. Да, да. И это соответствует тому, что вы получаете знак из ноль контакт-пик контакт, потом наоборот из пик контакт-ноль контакт. А для второй гармоники происходит та же самая история, только она с двоим меньшим периодом происходит. Да. Тут вот что не очень-то понятно, почему тогда, ну казалось бы, что для второй гармоники, да, должно было быть, а вообще как-то, как будто бы эти пики, не пики, а вот обращение крит-тока в ноль, да, значит, на первой инферогармонике она происходит как-то, ну вот на второй гармонике, конечно, происходит в точках, да, или она не обязана быть периодичной по толщине, да, там еще что-то там включается. Такое чувство, что она почти периодичная по толщине, но на самом деле не совсем. Вообще она не обязана быть периодичной, там более сложная зависимость. Ну, вот из первой формулы, в принципе, видно, что там не совсем периодичная получается. А, ну там есть затухание общее, да, но есть два синуса, а, понятно, синус периодичный, да. А, ну да, да, понятно. Так, это, собственно, все, что я хотела рассказать. Если у кого-то есть еще вопросы, я готова на них ответить. Слушайте, а образец-то как был сделан? Что-то как-то, может быть, было очень быстро рассказано. Вот, что ты представляешь? Давайте я еще раз расскажу. Образец представляет собой трехслойку необий-купромникель необий с купромникелем в атомарном соотношении 40-73, который делался в едином вакуумном цикле, то есть сначала создавалась трехслойка, потом она вытравливалась, и сверху напылялся еще дополнительный контакт, соединяющий СФС с остальным миром. В прошлой версии там предварительно напылялась еще медная прослойка для защиты от окисления, и несмотря на то, что после ее сдували аргоном, она успевала дефундировать и загрязняла фермонетную прослойку, из-за чего в первый раз не вышло наблюдать вторую гармонику на вот этом графике. То есть фактически эксперимент тот же самый был, но с худшим материалом. Образ вот какой-то, да. А вот по поводу чистости материала, сверхуходящего, да, вот. Значит, необий он, наверное, сейчас. Это грязный предел или чистый предел сверхуходники? В каком они пределе находятся? Ну, грязный, наверное, тут все довольно тоненькое. Ну, да. Вроде бы так. Процесс производства подробно описан в прошлой статье, которая здесь номер два, которая, собственно, которая посвящена изменению технологии производства и получению лучших результатов на аналогичном вот этому графике. То есть здесь было показано, что при изготовлении безразрыва вакуумного цикла сдвигается первый 0P-переход влево, то есть уменьшается длина... То есть уменьшается длина... Нет, наоборот. Увеличивается длина когерентности. Влево, значит... Влево, значит... Нет, вправо. Вправо, значит, увеличивается. Да, да, вправо, увеличивается. Так. А вроде бы, значит... Правда, вопрос мы отнесем по теме этой статьи. Вроде бы такие... Вот этот факт, что величина тока может управляться... Ну, в частности, тем самым может управляться магнитным полем. Получается достаточно крит-тока. Хотя тут, наверное, нет, неважно. Просто я пытаюсь понять, это иметь отношение, вся эта деятельность к вентилям на таких переходах. Простите, я не поняла вопрос. Я сам не очень понимаю, на самом деле. Просто, значит, мне хочется понять, какое... Дело в том, что вот эти переходы СФС, вот, они, как известно, одно из того, для чего их хотели применять, почему их, в общем-то, мотивация их следует... Их такая есть, вот, практическая. Это создание элементов памяти для вот... среководящих... среководящих цепей. Вот. Или там, на самом деле, там это СФ, потом еще с другой ориентацией фермагнитик, потом еще один идет С. Более сложная штука. То есть... Хорошо, давайте, может быть, так я скажу. Какие возможности новые дает наличие Джессонского перехода, у которого есть, допустим, компонента вот эта вот, вторая, да, и вы знаете, как она себя ведет. Допустим, достаточно сильно выражена. Как-то можно использовать ее? Что будете дальше делать? Ну... Ну, в принципе, то, что мы получаем ее независимость от температуры, дает некоторые возможности... Ну, хотя я не знаю, как на этот вопрос правильно ответить. В статье по этому поводу ничего не было. Ну, то есть, как бы, это просто фундаментальная демонстрация того, что, в общем, вот, пожалуйста, тут есть вторая гармоника. Вот. В таких штуках. Ну, да. Ну, вообще, тут написана одна фраза, что это поможет в реализации баллистических и топологических жезапсоновских переходов. Баллистических и... Топологических. Ага. Что изучение сложных токофазовых зависимостей даст возможность лучше их использовать. Не знаю. это все, что здесь написано по этому поводу. Спасибо. На последнем слайде там график вот черный. Он откуда взят был? Он откуда это... Это ваши данные? Ну, в смысле, это данные, которые группа опубликовала или просто сборка статей? Это данные, которые были получены вот все в этой же статье, которые измерялись было сделано много разных SFS-ов и мерился соответственно этот график. Ну, я могу показать, если вам интересно, как это измерялось в той статье. Я, сам посмотрю. Вот. Прошу. Для C2 мало образцов сделали. Ну, это был, собственно, единственный образец, который сделали его и измеряли. Во всей этой работе много раз делался акцент на том, что образец один, и поэтому все эти доказательства работают, а не причуды фабрикации. Поэтому точка только одна. А себе расскажите просто, я вот не знаю ничего. Вы в группе Резанова работаете, вы как-то причастны к статье. Я сейчас работаю в группе Резанова, у меня тема дипломной работы при контакте, что я То есть это ваша прям тема? Да, да. Сейчас мы тоже делаем SFS аналогичный и собираемся его мерить через какое-то время. Но уже встроенный в кубит. Вот, это уже интереснее. Да. было бы весело там сейчас на необе все делается намного ниже критической температуры. Да, да, сейчас это все тоже необе, Купром, Никель и необе. Вы примерно всех же температурах будете мерить, да? Нет, мы хотим при миликельвинах уже мерить. При миликельвинах. То есть вам нужно будет площади поменять и так далее, а вам сместить этот 0P переход? вот. Ну, мы ориентировались на попадение в середину вот этого вот места. И в принципе при понижении температуры там не очень сильно это все сдвигается, потому что у КСИ не очень сильная температурная зависимость. То есть мы должны при тех же параметрах уже отработанных попасть все равно в ПИ-состояние. Там будет использоваться просто то, что это P-контакт, а значит то, что там и вторая гармоника еще в принципе есть, это не будет использоваться. Нет, мы сейчас просто хотим получить работающий P-контакт и посмотреть насколько мы попали. А что, не было разе публикаций, в которых кубито делали на P-контактах? Были, но после этого человек, который делал эти структуры к сожалению не умерли и теперь приходится заново учиться их делать. Нормальная причина такая. Ну, к сожалению. Это делалось тоже в группе Рязана, да, это делалось тогда? Да, это делалось в 2014 году вышла статья с очень похожими на наш текущий образец и она померилась отчасти, но теперь приходится снова это делать. Какие свойства вообще у такого кубита? То есть, мы вот с простым кубитом, когда синус, мы вот все знаем, много знаем. У него есть очень полезное свойство, что у него ток смещен на P, и поэтому нет необходимости подстраиваться в светспод, и таким образом уменьшается шум в теории. Поэтому потоповые кубиты с встроенным P-контактом должны давать именно лучшие времена когерентности. то есть, он сам приезжает в светспод? Да. Ну, тут надо, наверное, добавить, что практически если у вас есть какие-то магнитные поля, которые не доэкранировались, то это уже все не работает. То есть, вам все равно нужно будет приложить какое-то магнитное поле, чтобы скомпенсировать. Иначе, если бы это было так, то у нас бы всегда наши кубиты, потоковые, были между двумя светсподами в точности, это никогда так не бывает. Вот, так что, если вы умеете идеально экранировать, то это полезная штука, если не умеете, то бесполезная. Ну, я всегда ищу размер петли, если петля маленькая, совсем, то вроде бы это должно лучше быть. Да, поэтому сейчас одна из основных задач стоит в уменьшении размера пиконтакта, потому что сейчас он очень большой, и из-за этого там потоковые шумы очень большие. А если еще петля маленькая, то он и слабо перестраиваем не будет. Ну, это да. Ну, может, перестраивать-то особо не надо. А, ну, перестраивать все равно быть надо, да. Тогда можно и не потоковые кубиты. Ну, Ну, да. Но вообще кажется, что у него, что в пиконтакте в любом случае будет значительно меньше критический ток, но потому что есть экспоненциальная зависимость, да, от толщины. Вот. И тем самым, ну, грубо говоря, при той же, скажем, имкостной энергии у него всегда будет много меньше джоусонская энергия. Все-таки кубиты сделать возможно, несмотря на такую... Ну, то есть, сейчас... Ну, да. То есть, все равно можно сделать яму, в которой будет вмещаться несколько уровней. Да. Где модератор наш унеснул? Да нет, просто, если у кого-то еще есть вопросы, там, чуть-чуть подумать. Тут нет срочности какой-то, что нужно прямо сейчас заканчивать. Да. Вот. Но вообще, да, если, наверное, вопрос... Где фабрикуете? Здесь же, в чистой зоне, в черноголовке. Как вы, как сказать, вы потом говорите, что вы вторую индуктивность, ну, разрываете контур электронным лучом? Да. Это прям так работает, испаряются не обе? Ну, видимо, да, авторы статьи написали, что электронным лучом разрезаются эти переходы. А не пересвечивается там СФС рядом от такого огромного? Ну, он вообще довольно далеко так-то находится. Микрометра довольно много электронного луча. Наверное, да. Просто мощность, наверное, большая. Не знаю. Ну, или долго светить. А, ну, или... это ваш магистрский диплом? Да. Вы на кафедре наноструктур или в Скалтехе? И там, и там, на совместной программе КНМО и Скокол. И как там? Нормально? Ну, Скокол могло бы быть меньше бесполезных курсов. Ну, да, мы тоже... Я пошел в какой-то момент, как только она открылась, типа, ну, я ушел через, через три месяца. Потому что в Скокол было тяжело ездить. Ну, это первый год был еще. Но у нас-то сейчас ездить не надо, так что очень удобно. Ребята тоже жаловались на много курсов, не нужных по профессии именно по специальности. Ну, есть и много интересных курсов, которые на физтехе отсутствуют. Но это они вам сейчас не нужны, а через 10 лет окажется, что были нужны. Так что все нормально. Ну, например, да, с вольного ождения вертолета. Потом когда-нибудь потребуется. Продолжение следует...